Для чего вообще нужна семья? Семья называется Малой Церковью. Вы знаете, что семья является наилучшей формой познания себя. Я хорош, пока ни с кем не соприкасался. Пока ко мне относятся люди нормально, все, ну, что такое? Мы не касаемся друг друга, мы не затрагиваем интересов друг друга. Мы в коллективе работаем, все нормально. В семье соприкасаются вплотную. Лень тут же выявляется. Самолюбие тут же выскакивает. Неприязнь – ой как! Гнев! Все на свете. Семья является, скажу так, наилучшей площадкой. Извините за такое выражение, но это точно. Наилучшей площадкой познать себя, кто я есть на самом деле. Вы знаете, я очень хороший, пока меня никто не трогает. Очень хороший человек. Ну, просто одно удовольствие – любуюсь на себя. Только. До тех пор, пока меня не тронули. А вот здесь-то и начинается в семье. Поэтому это познание себя, то есть познание чего? Оказывается, что во мне, во мне все есть – и раздражение, и неприязнь, и зависть, и лень, и тщеславие. Чего только нет! Я даже и внимания на это не обращал. А здесь, ого-го, оказывается, всё на свете во мне есть. Это познание является самым важным моментом в достижении смысла жизни человека. Ибо тот, кто не увидел в себе всех вот этих отрицательных вещей, он никогда и не займётся собой, он никогда не смирится. Вот я ленивый и ленивый, всё, ну, давай, давай, работай над собой. Я никак не могу. Ну, осуждай, ну, нехорошо же. Ну, не осуждай, да никак не могу. Ну, вот, понимаете, познание себя – это является самым основным в жизни человека, без которого я никогда не смогу стать настоящим человеком. Действительно не смогу. Я всё время буду думать, до чего же я хорош. А тут я узнаю. Мне жена всё подскажет, до чего я хорош. А муж жене тоже скажет, какая ты, никогда я не думал. Что ты... И, понимаете, такие объяснения в любви, они, оказывается, просто необходимые условия для того, чтобы мы увидели себя объективно, а не в каком-то своём, знаете ли, воображении и представлении. Только при этом условии мы увидим, оказывается, что мы страстные. Нас не тронь! Нас не тронь! Вот до чего мы хороши! Мы больны! Знаете, как в народе называется вот этот Чирий – барин? А почему барин? Да не прикоснись к нему! Ещё бы к Чирию прикоснись! Человек отскакивает! Что вы? Так и мы! С какой страны ни тронь! От нас тут же пойдёт... Чшшш! Вонь! Никому не говорите! Никому не говорите только! Вот это-то понимание себя, оно, наконец, даёт мне возможность понять, почему я должен говорить, Господи, помоги мне! Религия говорит, что, оказывается, надо обратиться к Богу! Вы слышите, религия! Христианство говорит, надо обратиться к Богу! Попроси помощи у Него! Я теперь начинаю понимать, вот, оказывается, какой помощь я должен просить у Бога! Господи, помоги мне! Я, оказывается, больной человек! Таким образом, это познание себя, которое совершается в семейной жизни, это великое благо, если человек правильно к этому относится! Он учится здесь великодушию! К какому? Я вижу, что во мне, я сочувствую, и что в ней! И наоборот! С сочувствием начинаю относиться, а не осуждением, вот это научение великодушию! То есть, великодушие – что это есть? Это уже есть шаг любви! О, какое это великое благо для человека! Ибо нет большего сокровища в жизни, нет большего счастья, как действительно и любовь! Вы знаете, один поэт очень хорошо написал! Очень хорошо! Сказать вам! Сказать вам! Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ!